Девочка-пай 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 Я хочу сказать, что не мешает это, это уже хорошо, в музее относятся с пониманием, то есть это ведь мы говорим про кульминацию, ведь этому предшествовала 10-летняя, 15-летняя работа по работе с этими музеями, то есть это же не появилось ниоткуда. То есть нужно было, если так можно сказать, зарабатывать свой авторитет. Поэтому все эти выставки, которые были до, легли в фундамент этой выставки. Я хотел бы сказать, что помимо 15 музеев и заповедников с территории Украины, которыми я горжусь, беспрецедентно, я считаю, что мы не так часто можем хвастаться, приняли участие Государственный исторический музей, это Москва, адрес Красной площадь 3, и музей артиллерии и ракетных войск в Санкт-Петербург. Мы впервые привезли из Москвы две печати войска Низового, Запорожского, которые с конца 18 века не были на территории Украины. То есть фантастика, мистика, мы все, когда говорим про герб Украины, про казака с мушкетом, мы привезли две печати, на которых изображены казак с мушкетом, то есть то, что является символом Украины. Нам удалось договориться, это благодаря Юрию Константиновичу Савчуку, уникальному человеку, автору идеи создания этой выставки, представьте себе, это разные государства, Украина, Россия, это глобальные государственные музеи, и найти к ним подход, заразить их нашей идеей, получить на это их согласие, я считаю, что это большая победа. Эта выставка стала возможной благодаря сочетанию нескольких факторов. Прежде всего нужно говорить о большой научной базе и работе целой плеяды научных сотрудников, исследователей. И в данном случае хотел бы снова упомянуть Алексея Евгеньевича, который ввел в нашу жизнь такой термин, или подтверждает этот термин, или образ создал научного мецената. Второе, что хотел бы отметить, безусловно, это художественное решение. Вы увидите, что фактически эти печатки легко парят в пространстве, и это уникальное художественное решение предложил художник Вадимир Таран. Он известен в Украине тем, что из 600 юбилейных и памятных монет Национального банка Украины за 20 лет независимости этого государства, он стал автором около 300 монет. Для меня, как для редактора такого специализованного видания, очень важное партнерство с этим музеем, потому что их выставковые проекты отличаются тем уровнем национального и государственного подхода, несмотря на то, что это приватный музей, но они демонстрируют тот уровень усведомления важливости и качества музейной справы, которые, на жаль, даже государственные установки не всегда способны поддерживать. Хочу сказать, что коллекционирование – это и глобальная ответственность за то, что я не имею права, как бы это, может быть, банально не звучало, не дать жизни этому. То есть это те предметы, которые для меня очень… вы поймете меня, есть пазлы, детская большая игра, в которых не хватает много фрагментов. Каждый предмет, который… ну, мы говорим сейчас о печатях, он закрывает пробелы в нашей истории. Хотел показать уникальную печать, печать войска его императорского величества Запорожского, Низового. С каждой печатью связана история. Это печать Петра Дорошенко, полковника Прилудского. Это тот Дорошенко, который впоследствии стал гетьманом. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Можно формально как-то или в привизитных каких-то материальных границах оценить вашу коллекцию? Неблагодарное дело оценивать экспонаты, потому что они имеют для меня историческую стоимость. Но скажу для вас эксклюзивно о том, что создание подобной экспозиции, и ей предшествует через неделю выпуск каталога, посвященный выставке. Это будет двухязычный, это будет 500-страничный, это более 2 миллионов гривен. Знаете, нельзя все это измерить, но это действительно затратно. Это очень затратно. Но я понимаю о том, что резонанс от такой выставки, это намного важнее. То есть она войдет в историю. Она уже вошла в историю, и этот термин тысячелетия украинской печати, он уже прижился. То есть я считаю, что в этом есть и моя маленькая толика заслуги. Когда в детстве я собирал оливьяных солдат и поштовые марки, но это было очень давно. Как мама трех детей, собирать что-то очень тяжело. Но когда я собирала марки, и когда мне становится ностальгия по тех временах, радянских еще, я открываю або старый альбом, а альбом с марками и проводиваю руководство. И это незабытные впечатления. В детстве я собирал марки. Я в детстве коллекционировала брелки. Брелки для ключев. Не принципиально важно, что собирать. Главное, чтобы у человека был интерес. Это могут быть марки. Любой предмет коллекционирования расширяет рамки понимания, видения. Это такая пошаговая длинная комбинация. Что-то узнал, пошел дальше. То есть это как поднятие у альпинистов. Поднялся вверх, закрепился, пошел дальше. Поэтому я считаю, что коллекционировать нужно, увлекаться нужно. Нужно стараться, чтобы жизнь была яркой. И мы это можем делать сами. Редактор субтитров А.Семкин